Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рад выступить перед такой серьезной аудиторией и поделиться нашим мнением и опытом в отношении использования локальных лоскутов в эндоназальной эндоскопической хирургии. Ну, ни для кого не секрет, что мы сегодня, когда идем в операционную и оперируем пациентов под контролем эндоскопа, какой бы объем хирургического вмешательства мы не планировали, мы все равно должны быть готовы к тому, что в той или иной ситуации мы можем столкнуться с повреждением основания черепа, твердой мозговой оболочки и, соответственно, возможным развитием леквареи. Поэтому мы, безусловно, должны быть к этому готовы, особенно в тех случаях, если мы планируем, допустим, удаление какой-то патологии основания черепа, которая характеризуется травмой твердой мозговой оболочки. Ну и вот, как говорит Рикардо Каррау, один из самых, наверное, известных и опытных эндоскопических хирургов, хирургов основания черепа, говорит, что все, что открыто, должно быть закрыто. Поэтому мы должны быть к этому готовы. И как мы должны это делать, мы сейчас поговорим, по крайней мере, как мы это видим. Ну вот то, что вы видите на видео, это стандартное пластическое закрытие ликварного свища основания черепа, переднего основания черепа у пациентки со спонтанной назальной ликвареи, которая была выполнена несколько лет назад. И тогда мы не пользовались септальными и, в принципе, локальными кровоснабжаемыми лоскутами. Соответственно, мы развиваемся и мы учимся у наших коллег. Вы видите здесь обзор около 1800 случаев пластического закрытия дефектов основания черепа. И вы видите, что около 90% из них закрывалось первично эндоскопически и вторично в 97% случаев с минимальным количеством осложнений. Это говорит о том, что мы фактически на сегодняшний день всегда можем закрыть дефект, который мы создали, либо который был спонтанным из эндоскопического доступа. Другой вопрос, что на сегодняшний день на первую линию выходит именно использование лоскутов, то есть структур, которые за счет сохранной восклилизации приживаются гораздо быстрее трансплантатов. И опять же выдержка из статьи Рикардо Коралл. Видите, что лоскут по сравнению со свободным трансплантатом не проходит в следующие стадии капиллярной адгезии, имбибиции, ревосклилизации, неовосклилизации. Соответственно, экономится минимум 7-10 суток в плане приживления данного лоскута и развития локальной микрофлоры и влияния, соответственно, на вашу реконструкцию. Варианты локальных лоскутов существует масса на сегодняшний день. Основные из них представлены в статье 10-го кода Амина Касамы и Рикардо Коралл, которые называются «Как выбрать лоскут». Но основными из них являются назосептальный лоскут Хадад Басагастагай, который был разработан Густаво Хададом и Луи Басагастагаем в 2006 году. И это, наверное, стало революцией в закрытии дефектов основания черепа. Далее пошли лоскуты из средней носовой раковины, из нижней раковины, лоскут из латеральной стенки полости носа и, наверное, наиболее современный исследованный лоскут. Я недаром его выделил ярко. Септальный контрлатеральный лоскут типа флипфлэп. Один из авторов, которого присутствует здесь и только что прочитал вам замечательный доклад. Так вот, мы, наверное, на сегодняшний день остановимся на септальных лоскутах, потому что лоскуты средней и нижней носовой раковины довольно трудоемки в выкройке, в заборе. А лоскут из латеральной стенки полости носа – это лоскут для той хирургии, для ревизионной хирургии, когда уже отсутствует перегородка носа, когда уже были ранее проведены другие хирургические вмешательства и, соответственно, нет возможности забрать ходат. И если вы посмотрите на это видео, на этой картинке вы видите диссекцию, выкройку лоскута, который основывается на аксиальном сосуде, задней септальной артерии, ветви артерии сфенопалятина, из бассейна артерии макселяри с наружной сонной. И здесь вы видите живую хирургию, укладка лоскута с контрлатеральной стороны после удаления менинга энцефалоцелли латерального углубления клиновидной пазухи, после реконструкции и проведения его через клиновидную пазуху, после формирования ровной площадки. Немножко буду проматывать, чтобы экономить время. Безусловно, есть специальные маневры, о которых мы немножко дальше поговорим. Ну и септальный лоскут типа флип-флэп, который был не так давно разработан, удаляется, на эти диссекционную картину, удаляются верхние отделы перегородки, слизистая оболочка перегородки с одной стороны. И вот видите, условно, с противоположной стороны лоскут укладывается на основание черепа. Это так выглядит картина живой хирургии. Буквально недавно мы это делали. К сожалению, картинка не очень хорошая. Отключилась Аида не вовремя, и пришлось записывать на навигационную систему. Но, тем не менее, вы видите, как лоскут укладывается контрлатерально на основание черепа, и, по сути дела, какого-то труда это не составляет. Если сравнивать эти два лоскута, то назосептальный лоскут, безусловно, имеет достаточный объем ротации. Оба из них имеют определенную легкость в заборе и высокую плотность лоскута. Безусловно, септальный лоскут, он имеет высокую стабильность, потому что он ложится на основание черепа. Но разница в том, что при выкройке назосептального лоскута мы можем сохранить перегородку носа, и там, конечно, длительное время проходит заживление, но, тем не менее, как правило, перфорации перегородки не образуются. При использовании септального лоскута типа Flip-Flap всегда образуется перфорация в верхних отделах перегородки на уровне зоны, там, где вы закрывали дефект. Ну и, соответственно, ходат имеет большой угол ротации. Но в чем преимущество Flip-Flap? Это полное закрытие и плотное давление в области медиального края дефекта, потому что это, наверное, самое сложное, как говорят за рубежом, самый большой челлендж в плане закрытия медиального края дефекта. Он всегда немножко выходит из-за рамки той зоны, где вы накладываете лоскут. Если говорить о других вариантах лоскутов, то, допустим, пример мини-генцефалоцелия переднего основания черепа, спонтанная назальная ликварея, совершенно небольшой дефект в передней черепной ямке, сетовидной пластинке. И вот если выбирать в этой ситуации и руководствоваться вот той статьей, о которой мы с вами вначале говорили, то в данной ситуации тем же Рикардо Коралл был бы предложен лоскут из средней носовой раковины, который выкраивается таким образом, когда делается разрез по передней стенке средней носовой раковины переднему краю, дальше удаляется, соответственно, ее костный остов, и слизистая оболочка укладывается на зону дефекта. Но, как правило, выкройка этого лоскута крайне трудоемко, и лоскут является неплотным, он перфорируется, вызывает большие трудности. Ну а, соответственно, лоскут с нижней носовой раковины на латеральной стенке полости носа здесь принципиально не подходит, поскольку зона дефекта находится вне их досягаемости. И в связи с этим мы интероперационно для закрытия этого дефекта заранее планировали и разработали септальный мукопереостальный лоскут на задней решетчатой артерии. Вы видите, на основании анатомических исследований и радиологического исследования мы знаем, где это кадаверное исследование с введением контрастного материала. Мы знаем, где идут и передняя, и задняя решетчатая артерия. Соответственно, в этой зоне мы рассчитываем на аксиальное кровоснабжение из ее ветвей. Соответственно, без даже укладки фасции в данной ситуации был просто ротирован лоскут в эту зону. Видите, он имеет достаточный объем ротации и хорошо ложится на основание черепа и дефекты. Был использован просто фибриновый клей, соответственно, тампонада. Видите картину через месяц после операции. Зона абсолютно кровоснабжаема и дефекта нет. Пациентка наблюдается уже в течение двух лет. Видите компьютерную томографию через 18 месяцев после операции и эндоскопическую картину через 12 недель. Ликварей не возобновлялась. Почему мы не стали укладывать туда какой-то еще пластический материал? Потому что для того, чтобы его туда уложить, нужно было существенно увеличить объем костного дефекта. Ну и на наш взгляд, преимущественным септального мукоперестального лоскута на задней решетчатой артерии также является достаточный объем ротации и псилатеральное расположение стороны донора, то есть нам не нужно забирать лоскут с противоположной стороны. Стабильное кровоснабжение. И самое главное, что нет необходимости проводить забор лоскута заранее, как это выполняется в случае, допустим, назосептального лоскута ходат, который сохраняется в носоглотке или в ранее сформированной антрастомии и укладывается в верхнюю челюстную пазуху. Ну и, наверное, стоит сказать об основных принципах реконструкции дефектов основания черепа. Неважно, какой вы лоскут используете, принципы все равно одинаковые. Необходимо отсепаровать мукопериоз в зоне дефекта, нужно провести отсепаровку твердой мозговой оболочки, сформировать гладкую костную площадку и нужно сделать так, чтобы твердая мозговая оболочка отходила от основания черепа, то есть интракраниально и экстрадурально создать пространство для укладки туда, допустим, фасции с четырехглавой мышцы бедра или тибиального тракта. Укладка лоскута обязательно должна быть слизистой наружу, пластический материал должен быть ориентирован и обеспечен полный контакт между мукопериостальным лоскутом и костным мостом для предотвращения формирования мертвого пространства и, соответственно, избегать образования складок по краям пластического материала. При этом принципиальное значение имеет сохранное кровоснабжение лоскута, то есть отсутствие перекрута ножки лоскута в данной зоне. Широкая она тоже сильно не должна быть, потому что иначе она будет создавать как раз те самые складки и мертвое пространство. По фиксации вопросов, я думаю, не возникает. Это клей, тампонада. Как правило, этого достаточно. Ну и если мы все-таки будем говорить не только о пластических закрытиях дефектов основания черепа, а вообще об использовании локальных лоскутов в эндоназальной эндоскопической хирургии, хотелось бы еще отметить прекрасную революцию, наверное, в пластическом закрытии перфорации перегородки носа, прекрасная работа Павла Костыльнова, лоскут на передней шеечной артерии для пластического закрытия перфорации, которым, на самом деле, мы уже давным-давно активно пользуемся, не только мы, а многие наши коллеги по стране и получаем фантастические результаты. Методика эта была разработана в 2011 году, и мы пользуемся уже 4 года. Хотелось бы показать, на самой методике долго останавливаться не буду ввиду нехватки времени, но хотелось бы показать результаты. Это картина трехсантиметровой перфорации, фактически, но, правда, спонтанной. Через 14 дней после операции, после удаления спринтов, лоскут выкроен с левой стороны, донорская зона в области дна. Так выглядит дно полости носа, и через 21 день оно фактически уже заэпитализировано. Через 28 дней тот же самый пациент. Ну и чтобы не быть голословным о результатах, я покажу, это одна из самых первых операций, которые мы выполнили больше трех лет назад, без туалета носа, без анонизации. Вот то, как пациентка приехала к нам на так называемый follow-up, то есть на наблюдение в длительном периоде. Единственное, что здесь обращает на себя внимание с правой стороны, с той стороны, где не было ни трансплантата, которым мы на сегодняшний день пользуемся, и слизистой оболочки небольшое, углубление в этой зоне. Но, собственно говоря, клинической картины в плане образования корок или кровотечения у данной пациентки не возникает. И, как я уже сказал, у нас довольно большой опыт уже использования данного лоскута. Проведено 54 операции и 4 рецидива перфорации в течение месяца после операции. Все они имеют четкие объяснения. Двое пациентов абсолютно фактически не наблюдались в послеоперационном периоде, что крайне важно. И один пациент был с тяжелым сахарным диабетом, собственно говоря, мы там и подозревали, что, возможно, не будет нормального, хорошего эффекта. И одна девушка, к сожалению, сама себе нанесла травму после операционной зоны. В общем-то, в заключении хотелось бы сказать, что мы на сегодняшний день рассматриваем полость носа не только как зону, где располагается какая-то патология, либо зону, через которую мы проникаем в соседние анатомические структуры, в околоносовые пазухи, к основанию черепа. А мы ее рассматриваем как неиссякаемый источник фактически пластического материала для закрытия тех дефектов, которые формируются либо спонтанно, либо в процессе болезни, либо, к сожалению, ядрогенно. И на сегодняшний день есть варианты с ними бороться. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok